Света по жизни В ее жизни есть место подвигу, чему-то необычному, такому, что другие люди и не станут делать, или, может быть, могли бы, но испугаются, а, может быть, и не могли бы. В частности, вот, например, наша эмиграция была одним из таких подвигов. С одной стороны, мне не очень хотелось, как-то столько было дел вокруг, и как-то я мало интересовался этим вопросом. И мотивировать меня, и всю семью, и так далее, это было большой такой серьезной задачей, с которой Света справилась. А с другой стороны, по ходу дела, было очень много технических таких вопросов, решение которых совершенно не представлялось возможным. То есть, все говорили, нет, этого нельзя сделать. Я не стану там ходить в детали, десятков там вещей, которые случались. Ну, вот, например, то, как мы физически подали аппликейшн на выезд, это было очень интересно и нетривиально. То есть, там мы пошли в какой-то необычный день, встали в какую-то необычную очередь, потом взяли какие-то там анкеты, потом героическим усилием Света их сдавала обратно. Это можно часами рассказывать, это очень интересная и длинная история, но вот как бы ей все это удалось, она на своем горбу это вынесла. Одна из последних историй героических, связанных с эмиграцией, была, когда Света решила легализовать там свой кандидатский диплом, наши дипломы о высшем образовании. И пошла, добралась до начальника отдела в МИДе СССР, который был новый начальник, и по телефону сказал, приезжайте, конечно, сделаем. А когда она уже приехала, ему там сотрудники говорят, нельзя. Вот, и Света ему устроила там взбучку, и в итоге она выехала с полностью легализованными документами об образовании, что в то время вообще не разрешалось никак. Вот, и таких эпизодов было очень-очень много. Остальные подвиги, мы все подряд подвиги рассказываем, или как-то, или мы остановки делаем, или что? Делайте остановку, и рассказывайте следующую. Делайте остановку. Еще один довольно-очень яркий, так сказать, подвиг Света, это из последних событий, это строительство дома. Мы к нему очень долго приближались, потому что до рецессии, где-нибудь в году в 2000-м, мы фактически были готовы начать строительство. То есть у нас уже был проект, практически утвержденный там, но все было на месте. И тут вот началась рецессия, мы уехали тогда в Саратогу, подумав, что имеет смысл это сделать. И дом, к счастью, мы дом этот не продали, он оставался. И где-то года за два, до того, как мы физически дом этот отстроили, Света начала снова этим заниматься. Мы снова там сделали, переделали проект, пошли его утвердили. И дальше, надо сказать, что если человек сам дом не построил, то очень трудно представить себе со стороны весь объем того кошмара, который с этим связан. Это вот как на войне, допустим, побыть, вот там полтора года. Вот эти полтора-два года, это Света вела боевые действия. В общем-то, очень успешно. И как бы все те, кто смотрит этот фильм, имеют возможность, скорее всего, посмотреть на продукт. Очень важно сейчас посмотреть, потому что мы не знаем, что будет с этим домом через 10 лет, или как долго мы будем владеть этим домом, и где мы окажемся завтра. Но, во всяком случае, вот есть некий такой монумент, нерукотворный памятник, с миллионом деталей, с миллионом отношений, маленьких и больших, и взаимоотношений, и покупок, и выяснений, и деталей, и обстоятельств. Это действительно как боевое действие. Света сейчас написала книгу на эту тему. И мы пытаемся ее как-то повесить на интернете и сделать доступной для других людей. Так что бы... Вот ей хочется поделиться опытом, что я считаю тоже, как бы не каждому человеку хочется поделиться опытом, который у него есть. И в этом смысле Света, я считаю, тоже человек очень наш, очень правильный и достойный. Это очень достойно. То есть набить шишек и сделать так, чтобы другим людям не приходилось набивать столько много шишек. Вот так, сейчас мы еще одну истой. Ну, не вопрос, я это все вырежу потом. Еще один из подвигов Светланы, ну, он такой проходящий, я считаю. Вот сегодня уже задним числом, когда мы смотрим на 20 лет назад, уже кажется, что это, может быть, было не так важно в нашей жизни. Но в какой-то момент Свете хотелось получить ученую степень. Мы закончили институт, всякие события происходили в жизни, но вот как-то казалось, что без ученой степени жить нельзя. И Света решила получить ученую степень. Причем героизм этого всего состоял в том, что мы же институт связи закончили, и эту ученую степень она получала вообще не в инженерной области, не в связи, вообще это было в педагогике. То есть это абсолютно новая предметная область. Мы тогда работали в НИИ, таком педагогическом. И вот Света там, значит, пару лет поработала, потом она пошла в аспирантуру, и, соответственно, успешно закончила аспирантуру, защитила эту диссертацию. Но на самом деле, вот в тех обстоятельствах, в которых мы находились, когда мы были люди из совершенно другой области, ключевым моментом в этом во всем было найти такого руководителя, вот такого гуру, под крылом которого, значит, можно стать хорошим специалистом и вообще как-то состояться в новой области. Вообще это безумно сложно, если вот мы тут все взрослые люди, мы все понимаем, насколько сложно не просто перековаться в какую-то другую область, но вот выйти на какой-то достаточно высокий уровень в абсолютно новой области, не имея ни образования в этой области, ничего. И вот Света все это преодолела, и я помню эти годы, когда она училась в аспирантуре, и я могу сказать, что это было, наверное, один из самых счастливых отрезков времени в ее жизни, и на самом деле в моей тоже, потому что я со стороны смотрел, какая она счастливая, и как все это ее увлекает, и как она вся отдается этому всему. Это был, наверное, один из самых творческих периодов в ее жизни, при всей той относительности, которой, скажем, ученая степень может играть в жизни человека, тем более, что она потом никогда не работала по приобретенной научной специальности и так далее, но просто как сам факт преодоления. То есть Света большой такой специалист по преодолению. Сначала ей должно захотеться, но если ей уже чего-то захотелось, то она преодолевает. И это здорово, и это одно из тех качеств, которые я, например, как супруг Светы, очень в ней ценю. Я вчера пыталась вспомнить какой-нибудь подходящий эпизод из своего детства. В памяти всплывало множество теплых воспоминаний, и как мы с мамой после ванной сушили волосы, и пели песни, перекликивая ревъена, как мама перерисовывала мне в тетрадку картинки из книжки по английскому языку, и как я тордилась этими картинками. Но потом я вспомнила один момент, который, я думаю, совсем не запал в памяти моим родителям. Пока я росла, еще в школе училась, в Союзе, родители никогда не проверяли мой дневник. Мне иногда даже обидно было, хотелось похвастаться своими пятерками. Но пятерками родителей было не удивить, они от меня их и так ждали. Оценки вообще как-то обсуждались у нас мало, кроме того, что у отца был красный диплом. В общем, я хочу сказать, что хотя на меня никогда не оказывали давление, чтобы я хорошо училась, я где-то считала, что я должна это делать. И вдруг мой первый семестр в Беркли по социологии я получила Си, или по нашему Тройку. Я страшно расстроилась, была в шоке. Помимо моих сомнений в том, потяну ли я вообще в Беркли после такого промаха в самом начале, помимо обиды за несправедливость такой оценки, мне было очень стыдно перед родителями. Но в какой-то момент, когда мама спросила меня, как я закончила семестр, мне все-таки пришлось признаться о своем провале. Не знаю, чего конкретно я ожидала. Не наказание, конечно, но какой-то негативной реакции. И негативной реакции не последовало. Наоборот, мама поддержала меня, сказала, что все будет хорошо, все уладится. Этот эпизод запал мне в памяти. Родители дают детям очень многое, но, наверное, нет ничего важнее, чем поддержка в нужную минуту. И сколько я себя помню, мама всегда знала, когда меня поддержать. Она не задавала лишних вопросов, не заставляла оправдываться, а просто обнимала меня и говорила, что все уладится. Семья — это команда. Члены семьи стоят друг за друга. Так что даже если иногда внутри команды есть свои разногласия или ссоры, против остального мира семья должна стоять сплошным фронтом. И этот принцип всегда следовался в нашей семье, за что я очень благодарна маме.